МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гродно+. В студии Сергей Одинцов. Сегодня мы расскажем. В формате открытого микрофона студенты медицинского университета пообщались с руководителем области. Как часто жители Гродничины не платят подоходный налог в полном размере? И кто в этом виноват? В ноябре планируют приступить к ремонтным работам на Старом и Румлевском мостах. Сейчас выбирают подрядчиков. Устроиться на работу, имея инвалидность. Возможно ли это? Нотариусы проведут бесплатные консультации ко Дню матери. С какими вопросами чаще всего обращаются? Антирекорд с начала пандемии по количеству заразившихся коронавирусом. По официальным данным Минздрава, прирост за сутки – 2038 новых случаев. Всего в Беларуси за это время заболели почти 562 тысячи человек. Напомним, решение Минздрава – ношение масок в общественных местах и соблюдение социальной дистанции с 9 октября обязательны. Посетители без масок в магазинах и торговых центрах, кафе и ресторанах теперь вправе не обслуживать. Средства защиты необходимо использовать и в транспорте, в том числе в такси. Тем временем продолжается прививочная кампания. В наличии есть российский спутник ВИ, однокомпонентный спутник ЛАЙТ. Им в основном прививаются студенты и люди, которые только переболели. Для их организма она чуть слабее. Также есть китайский препарат Вероцел. Напомним, вакцинироваться можно в любом медучреждении. Работают также пункты в торговых центрах. Мобильные бригады выезжают на предприятие. Более 20% гродницев прошли полный курс вакцинации. К слову, по данным медиков, в нашем областном центре из всех заболевших коронавирусом за неделю только 2,9% были привиты. При этом никто из них в реанимацию не попал. Напомним, уже 6 больниц перепрофилированы под пациентов с COVID-19. В формате открытого микрофона студенты Гродненского медицинского университета пообщались с руководителем области. Вступительное слово спикера «меньше минуты» перешли сразу к делу. Встреча традиционная, а вот вопросы новые. В этот раз многие касались жизни в условиях четвертой волны коронавируса. Студенты спрашивали о вакцинации препаратах, которые сегодня предлагают в Беларуси. Кстати, гродненская молодежь активно участвует в процессе. Большинство студентов, а это 84%, уже привито. Кроме прочего, участники диалога интересовались экономической обстановкой в области. Обеспечить ее стабильность главный приоритет, ответил Владимир Караник. На сегодня бюджет исполняется с профицитом. Продолжится развитие системы здравоохранения и укрепление материально-технической базы медучреждений. В больнице дооснастят необходимым оборудованием. Также в Гродно хотят построить новую клинику. Проект уже обсуждают и создать медицинский кластер. Это как раз та информация, которую важно было услышать будущим медработникам. На повестке дня стоят вопросы о строительстве онкоцентра. Также это вопросы по распределению, которые сейчас вносят свои коррективы каждый год. Особенно у нашего факультета медико-диагностического появилась субординатура в этом году. Поэтому вопросов много. Это все впервые, все новое. Для студентов очень важно встречаться с правительством области, чтобы решать какие-то вопросы. Нам приятно, что с нами советуются, интересуются нашим мнением. Такой диалог на равных ведут ежеквартально. Основная цель разговора – направить энергию молодежи в нужное русло. Студенты хорошо разбираются в политической, экономической и социальной темах. Их идеи и предложения вполне могут быть реализованы на практике. Мы предварительно не отбирали вопросы. Это общение в режиме открытого микрофона. Каждый из собравшихся мог задать тот вопрос, который его волнует. Это, конечно, вопросы пандемии, вопросы распределения, вопросы совершенствования обучения. То есть это нормальные вопросы, которые, наверное, всегда волновали студентов, волновали молодежь. Ну, естественно, с оттенком, который накладывает сегодняшняя эпидемиологическая ситуация. Подоходный налог – платеж, обязательный для каждого работающего человека. Денежные средства в городской бюджет за своих сотрудников, как правило, перечисляют сами организации или предприятия. В первую очередь, такие начисления регулируют экономические процессы и становятся существенной материальной подушкой безопасности, помогая развитию сферы образования или, например, здравоохранения. Однако, как показала проверка госконтроля Гродненской области, жители нашего региона нередко пренебрегают такой необходимостью. Специалистами выявлены факты нарушений, когда налоги не в полной мере поступают в бюджет или же вовсе не начисляются. На сегодняшний день подоходный налог при формировании собственного бюджета составляет более 40%, и такие результаты сохраняются в каждом из районов области. Значит, если придерживаться логики, при увеличении заработной платы сотрудника предприятия должен увеличиваться и процент подоходного налога, который идет в бюджет. Однако, денежные средства в конечном счете не поступают в полной мере. К основным таким моментам, нарушениям, это можно отнести занижение налоговой базы организациями по подоходному налогу, это несвоевременное перечисление подоходного налога в бюджет, и также отсутствует контроль именно за поступлением подоходного налога в бюджет работниками, которые работают в подразделениях, юридические лица которых находятся за территорией района. То бишь, у нас открывается на территории города Гродно подразделение города Минска, к примеру, но подоходный налог, который удерживается с физических лиц, которые работают в городе Гродно, он поступает в город Минск. Казалось бы, в такой ситуации видимых нарушений со стороны организации нет, ведь они предоставляют выплаты в полном объеме. Однако, говорят специалисты, за счет именно таких процессов формируется доходная часть бюджета. Кроме того, специалистами госконтроля были выявлены факты нарушения, как зарплата в конвертах. В эти дни совместно с Управлением департамента финансовых расследований и Комитетом госконтроля Гродненской области выявлено порядка четырех таких случаев. Заведено три уголовных дела. По результатам расследований в госбюджет доначислено порядка 30 тысяч рублей. Ремонтные работы на Старом и Румлевском мостах проведут в этом году. Начать планируют в ноябре. Точная дата будет известна после выбора подрядчика. Первый этап работы – это полная замена деформационных швов. За время эксплуатации зазоры пришли в негодность, требуется их полная замена. Сейчас завершается процедура государственной закупки для выбора подрядной организации. Известно, что деформационные швы будут полностью заменены и выполнены по принципу швов на путепроводе на Озерском шоссе. Все работы от момента изготовления швов до их монтажа займут до полутора месяцев. Первым на очереди будет Старый мост. Работы проведут поэтапно. С наступлением осенне-зимнего периода Госавтоинспекция усилила контроль над соблюдением правил дорожного движения пешеходами. За последнее время световой день значительно сократился. Темнеть начинает уже после 18 часов. В этот период особенно важно иметь при себе световозвращающий элемент фликер, который сделает пешехода более заметным на дороге. Отдельное внимание сотрудники ГАИ обращают на ситуацию в период выходных, так как именно в это время горожане часто выходят на прогулки и, к сожалению, не всегда в трезвом виде. Прошедшие выходные лишь подтвердили неутешительный факт того, что разъяснительная работа с населением крайне необходима. Не для всех участников дорожного движения эта работа подходит и имеет влияние. Соответственно, сотрудники ДПС привлекают к ответственности граждан, которые нарушают правила дорожного движения, и именно в темное время суток передвигаются по проезжей части без световозвращающих элементов. Так, только за последние выходные и за пятницу привлечено 479 пешеходов. 230 из них за отсутствие световозвращающих элементов. И из этих 230, 63 гражданина находились в состоянии алкогольного пенения. Печальная статистика 2021 года показала, что из 76 ДТП с участием пешеходов, 33 трагедии произошли в темное время суток, жертвами которых стали 14 человек. Ночное время является наиболее травмоопасным. Кроме разъяснительной работы сотрудники ГАИ следят за состоянием уличной дорожной сети. Отсутствие освещения дороги или его неисправность часто являются причиной дорожно-транспортных происшествий. Особенно это необходимо в местах массового пребывания граждан, а также на участках дороги с наиболее интенсивным движением. Устроиться на работу мечты не так уж и просто, имея даже специальное образование. Еще сложнее найти подходящую профессию и реализоваться в ней людям с ограниченными физическими возможностями. Именно эта категория населения обладает наименьшей конкурентноспособностью на рынке труда. Как в эти дни люди с инвалидностью находят работу в Гродно и по каким специальностям узнавала наша съемочная группа? Уже второй месяц Юлия Сабитова с гордостью называет себя молодым специалистом. Девушке 24 года и лишь в сентябре этого года она смогла устроиться на свое первое рабочее место. Сегодня она социальный работник Центра для детей с ограниченными возможностями. Последние 11 лет Юлия и сама была его воспитанницей. За эти по-настоящему долгие годы она уже привыкла и к сотрудникам Центра, и к уникальной уже домашней атмосфере этого места. А потому однажды просто сказала, что хочет здесь остаться, только уже в качестве специалиста. Я помогаю раздавать констовары, краски подавать, водичку для красок. Я веду Инстаграм Красного Креста, центра этого. Мне здесь удобнее, потому что, ну, здесь, ну, мне удобнее. Если другая работа, то там нету входа для колясок, там это, как бы, там проблема с доступностью. А здесь все есть. Но если для Юлии Сабитовой стены Центра дневного пребывания для детей и подростков уже являются родными и знакомыми, то вот Светлана Варейко впервые с этим учреждением ознакомилась в августе этого года. Женщина пришла сюда на должность уборщика помещений и уже через несколько дней точно поняла – это лучшее место работы, в котором ей приходилось бывать. Мне понравилось здесь, что тут детки, вот, мне нравится, что мы вот, как инвалиды, как-то понимаем друг друга, поддерживаем. Ну, я тут два месяца работаю. Ну, вот, и тут и понравилось тоже сильно хорошо, что мы вот одинаковые, как-то легче, как-то и общение, вот, и до нас приходят эти волонтеры, помогают, ну, с детьми быть. Ну, нравится мне здесь. В этом году отделение дневного пребывания для детей приняло два новых сотрудника, и для Центра это по-настоящему существенное прибавление. Ведь помещение весьма небольшое, однако, несмотря даже на небольшой масштаб, учреждения в эти дни посещают 25 семей, в которых воспитываются дети, находящиеся на надомном обучении или в так называемой социальной изоляции. Двери отделения дневного пребывания открыты для каждой гродненской семьи, у которой есть проблемы социальной адаптации. К слову, занятия там проходят каждый день на протяжении пяти часов, а ребят туда могут доставить на специальном автобусе, собственно, как и увезти домой, если у родителей нет возможности добраться до Центра своим ходом. И здесь для детей и их родителей созданы все условия для комфортного времяпрепровождения. Настольные игры, профессиональные помощи, тренинги психологов, занятия по рукоделию и, наконец, просто общение, которого иногда так не хватает семье. Костяк у нас, да, постоянно, но в этом году у нас присоединилось еще восемь семей. У нас есть комната спортивной реабилитации медицинской, здесь у нас есть массажная кушетка, массажер, сухой бассейн, тренажеры различные. У нас есть комната психологической разгрузки, и в том числе там проводятся занятия по леготерапии. Центр дневного пребывания для детей – далеко не единственное место в Гродно, где человек с ограниченными физическими возможностями может получить работу. С начала текущего года в Управление по труду, занятости и социальной защите Гродненского городского исполнительного комитета обратился 171 безработный инвалид. Из них 112 человек были трудоустроены, 23 – на забронированные рабочие места, а 10 инвалидов прошли профобучение. Трудоустройство инвалидов происходит или осуществляется как на вакантные рабочие места, так и на специально созданные рабочие места. В этом году в нашем городе будет создано еще 27 дополнительных специализированных рабочих мест для трудоустройства людей с инвалидностью. Ну а пока кто-то только ждет появления вакансий, Светлана Варейко и Юлия Сабитова будут привыкать к новому рабочему месту. Анна Соловей, Виталий Рубанов. Новости Гродно+. Нотариусы проведут бесплатные консультации ко Дню матери 14 октября. Воспользоваться такой возможностью смогут многодетные мамы. Это ежегодная республиканская акция. В этот раз из-за пандемии коронавируса она пройдет в режиме онлайн. Можно позвонить по телефону или организовать видеосвязь в течение всего рабочего дня. Наиболее удобный формат консультации можно согласовать заранее, позвонив в нотариальную контору. Это не единственный раз, когда специалисты готовы оказать услуги бесплатно. Подобные акции проходят несколько раз в год, они приурочены к различным государственным праздникам. Последний раз нотариусы бесплатно консультировали в День библиотек месяц назад. Как показывает практика, наиболее востребованные вопросы среди многодетных мам это порядок приобретения и оформления жилых помещений, в частности с использованием средств семейного капитала, оформление доверенности на транспортное средство, брачного договора, соглашение об уплате алиментов, о детях, раздел нажитого имущества в период брака. В прошлом году многодетные мамы получили порядка более чем 200 бесплатных консультаций от нотариусов Гродненского нотариального округа. Также, например, за три квартала 2021 года нотариусами Гродненского нотариального округа было предоставлено более 2000 бесплатных консультаций всем категориям граждан. В следующий раз нотариусы проведут бесплатные консультации 3 декабря. Они будут приурочены ко дню юриста. В эту пятницу, 15 октября, Комитет государственного контроля Гродненской области проведет прямую телефонную линию по вопросам своевременности выплаты заработной платы. Обратиться можно с 9 утра и до часу дня по номерам, которые вы видите на своих экранах. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте. Гродноплюстиви.бай Ну а я прощаюсь с вами. Приятного отдыха на Гродноплюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова